Треск свечей, запах ладана и прихожане с молитвой в сердце и на устах. Некоторые из них – очевидцы освящения храма и первого богослужения, которое состоялось ровно 10 лет назад. Кстати, церковь иконы Пресвятой Богородицы-целительницы – одна из немногих в стране, построенных на территории санатория. И это неспроста. Отдыхающие в надежде зачастую люди, страдающие от различных недугов. И если в учреждении здравоохранения они лечат тело, то, приходя в храм, избавляются от душевных ран. Как приятно, когда человек понимает и осознает, что, чтобы поправить здоровье, нужно найти корень болезни, которая есть у человека, а корень болезни – это грех. Поэтому, чтобы получить исцеление, здесь все условия. То бишь, есть духовная лечебница, храм, когда человек испытывает свои грехи, причащается, тогда и лечение идет на пользу. Поэтому и вот было решено назвать именно в честь иконы Божьей Матери-целительницы, которая помогает в исцелении всех наших недугов. Многие приезжают в это благословенное, без преувеличения, место из разных уголков Белоруссии и России и приводят в дар освященный на мощах святых иконы. Среди них Матрена Московская и Александр Невский, Ксения Петербургская и Спиридон Тремифунский. Каждый, кто попадает в храм, чувствует благодать Божью и часто говорит, что это место намоленное. Сегодня мы празднуем десятилетие нашей церкви Божией Матери-целительницы. Я хочу, чтобы люди обратились к вере Божией, чтобы они чаще приходили в этот храм, чтобы исцелялась их душа. Вот приходите сюда, да, вот какие чувства вас одолевают, да, что ощущаете? Благодать здесь. Можно и не уходить было бы отсюда. Просто благодать уже намоленный храм, уже 10 лет. Эти прихожанки были в числе награжденных грамотами за активное участие в жизни православной церкви в честь иконы Божьей Матери. Кроме них, благословения епископа и благодарственные письма получили и те прихожане, которые в свое время пожертвовали средства на возведение храма. Это и работники санатория Надея, предприятие Брест-Обулгаз, руководство района и местные православные жители. Знаете, как Господь сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там и я посреди них. Поэтому нам важна молитва соборная, когда собирается духовенство. Это нас единит молитва. И, конечно, когда собирается народ. Это нас тоже единит. Мы молимся вместе, мы соединяемся в молитве. Мы становимся все одинаковыми перед Господом. Мы вспоминаем тех людей, которые строили этот храм. Если они живы, конечно, мы молимся о их здравии. Если их уже нет, прошло много лет, то мы молимся о упокоении их души. И тем самым мы сами назидаемся, ну и, конечно, назидаем тех, кто будет после нас, наше молодое поколение. Праздничное богослужение в честь юбилея Церкви иконы Пресвятой Богородицы и Целительницы – событие для многих. Ведь каждый раз, находясь в храме, человек получает частичку благодати, тепла и надежды. Надежды на святое исцеление души и тела, которое в своем роде есть благословение на добрые дела и поступки.